Язвенного колита за счет увеличения лифатических узлов нарушает кровоснабжение волсяного мешочка. Сейчас мы посмотрим по крови, что в волсяном мешочке сидит у нас. И поэтому появляются вот такие вот зоны пустых волос. Как вы их называете? Аллапеция. Аллапеция. Гнездная аллапеция. Гнездная аллапеция. Неандрогенная гнездная. Отчего никто не знает. Это язвенный колит. Хотя язвенный колит был у ребенка поставлен и диагностирован. А теперь псориаз волосистой части. А теперь псориаз волосистой части. Когда был диагностирован язвенный колит? Десятый, по-моему, год, двенадцатый. Десятый год. То есть сейчас девятнадцатый год. Значит, мы имеем с вами уже девять лет язвенного колита и язвенного гастрита. И продукты воспаления оказались у нас вот здесь и микрофлора. Будем сейчас смотреть кровь. При болезни Жильбера мы должны с вами начать диагностику с верхнегиафрагмальных лимфатических узлов. У нас ощущение боли здесь покажет наличие и радиации, то есть отдающейся боли, там, где идет воспалительный процесс. Значит, мы отсюда с тобой пришли, в какое место, показывай ручкой, когда мы тут держали. И сейчас сюда пришли опять? Ну, сейчас вот сюда. А сейчас вот сюда. Значит, что мы говорим? Пока у нас воспаление идет в восходящем отделе кишечника, болезнь крона, продукты воспаления поступают в печень и начинается разрушение клеток печени. Какой доли получается? Правый восходящий отдел. Если воспаление в сигмовидной кишечке, у нас начинается разрушение левой доли печени. Сейчас тихонечко сожми мне животик, пожалуйста. Сожми так, молодец, умничка, умничка. Чтобы появилась боль, где она сразу появляется? Опять в печенке появляется она? Либо в животе она появляется? Лови эту боль. Когда напрягаю, я не чувствую. А ты почувствуй. Расслабься. Пицца. Почему все нет? Пицца. А они уже из нашего удалены сосудистого русла. И поэтому вот она какая у нас получается. Да, вот длинненькая. Они-то разрушаются, а микрофлора-то живет. Грибы. Поэтому протозойное воспаление, грибковое воспаление. Сколько ей надо еды будет этой девице? Чтобы она выродила нам малышей. Вот у нас тут мицеллярная форма каицы. Если бы желчевыделение было хорошее, у нас этой микрофлоры бы в плазме крови не было. Она бы не занимала те питательные вещества, не забирала эта микрофлора, которые должны нам идти на волосяной мешочек, а далее для того, чтобы рос волос шел. Поэтому часть всего лапеции есть. Либо гельминтоз, либо протозойное воспаление. Вот такая вот картинка. Продолжение следует... Продолжение следует...